Пока подозреваемый в последнем теракте находится в бегах, Франция усиливает контроль на границе с Испанией. В адрес родственников и погибших, и пострадавших звучат слова поддержки и сочувствия со всего мира. Продолжит Татьяна Лагунова. Шок и скорбь. Теракт в одном из красивейших городов мира, куда миллионы туристов едут наслаждаться морем, солнцем и беззаботностью, не оставил равнодушным никого. Одно из первых свои соболезнования выразила канцлер Германии Ангела Меркель. А все немецкие политики договорились на несколько дней приостановить предвыборную кампанию, а именно не проводить развлекательные агитационные мероприятия. Мы не позволим этим убийцам изменить наш образ жизни. И как раз Барселона олицетворяет собой многое из этого образа жизни. Красоту, толерантность, встречи людей из разных стран. Терроризм может принести нам горечь и боль, но не сможет нас победить. Сегодня утром я говорил по телефону с канцлером Ангелой Меркель. Мы договорились ограничить предвыборную кампанию, отказаться от громкой музыки в знак солидарности с пострадавшими в результате теракта. В Германии, а также в Бельгии, в квартале, где находятся европейские институции, сегодня приспущены флаги. Минутой молчания еврочиновники почтили память погибших. Снова невинные люди стали жертвами трусливых и непростительных действий террористов, которые хотят подорвать наш образ жизни. Свои соболезнования по традиции в Твиттере выразил президент США Дональд Трамп, а потом там же добавил еще одну публикацию, которая уже вызвала шквал критики. Хозяин Белого дома посоветовал изучить успешные методы борьбы с терроризмом генерала Першинга. Согласно очень сомнительной и никем не подтвержденной легенде, во время Американо-филипинской войны в начале 20 века этот генерал приказал расстрелять несколько десятков мятежных мусульман пулями, смоченными в крови свиньи, животного, которое в исламе считается нечистым, чтобы таким образом якобы закрыть им путь в рай. Более сдержанно свои соболезнования выразил вице-президент США Майк Пенс. Соединенные Штаты осуждают это террористические акты, готовы помочь всем, чем возможно. Барселона должна знать, что все наши молитвы с жертвами их родственниками, друзьями и жителями Испании. Резкое заявление прозвучало и в Варшаве. Министр внутренних дел Польши заявил, что в его стране такие теракты невозможны, поскольку она не принимает мигрантов с Ближнего Востока и Африки. И добавил, что Европу спасет только политика закрытых дверей. Впрочем, подобное провокационное заявление сегодня скорее редкость и исключение. Люди выражают соболезнования и не только политики, но и звезды спорта. Криштиану Роналду, Леонель Месси, Рафаэль Надаль и многие-многие другие опубликовали на своих официальных страницах слова поддержки родственникам погибших и пострадавших. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.